Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. В городских квартирах состоялись съемки очередного ток-шоу. На Олимпе были Салибековы, Рустам Солнцев и сотрудник журнала Дом-2. В качестве экспертов и комментаторов пригласили Колю Должанского, Свету Торба, Ебарова и других. О теме дня рассказывает Оля Рапунцель. Тема дня – почему секс в браке угасает и как удержать мужчину, чтобы он не изменял, был верным и преданным. Я рассказала, как нужно расположить к себе мужчину, чтобы он был только с тобой и не ходил налево. Нужно быть в первую очередь личностью, всегда хорошо выглядеть, давать ему себя каждый день, даже если у тебя болит голова и живот, и он твой. Татьяна Владимировна Африкантова рассказала, что Чуев сидел на шоу, демонстративно отвернувшись от нее с Мариной. Говорил, что он для них делал все, они неблагодарные и отвратительные. Также он купил Марине на шею крест и цепь и сказал, что будет изгонять из нее веса. У Ольги Перец был день рождения, на поляне отметили этот праздник, жарили шашлыки, устроили танцы и песни. «Мне уже целых 26 годиков, старость не радость», написала Перец. За Ольгой Райской ухаживают сразу два новых участника. Сергей, который на этом снимке слева, он приходил к Маше Тулеевой, но теперь ему симпатична Райская. И Николай Устимов, он изначально пришел к Райской. Они дарят девушке цветы и фрукты. Настя Волынец уезжала на выходные к дочке, она поделилась с подписчиками новыми фотографиями. «Пока Богдан на поляне флиртует со всеми девочками, я отлично провожу время на выходном. Есть о чем подумать». Андрей Черкасов устроил сюрприз своей девушке Стелли Мунасыповой. «Сюрприз от Андрюши. Привет любимому Новосибирску и всей Сибири. Я очень люблю родной город и безумно скучаю». После съемок ток-шоу Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко отправились в ресторан. «Зашли в рестик, хорошо проводим время. Димка подарил мне вот такую прелесть». Китти назвала. «Спасибо тебе, что ты есть у меня». Ваня Барзиков все-таки уступил Диме Дмитренко и Ольге Рапунцель комнату, в которой после расставания с Машей Тулеевой он остался один. А сделал он это доброе дело за деньги. Барзиков запросил 10 тысяч рублей, но сторговались ребята до 3 тысяч. Ваня на эти деньги купил мясо и угостил всех шашлыком. А Рапунцель с Дмитренко начали обустраивать свое совместное гнездышко. В своем видеоблоге Барзиков рассказал, что со времени своего первого прихода на проект он сильно изменился. «Я теперь не бью женщин», — сказал он. «Некоторые помнят меня злым. В силу возраста я не мог себя контролировать с Либерж. Сейчас я стал постарше, тем более я долго жил в Таиланде. А Таиланд — это страна улыбок и релакса. Сейчас я спокойный и добрый молодой человек». Вика Романец в интервью рассказала о своей жизни на проекте и после него. И она, конечно же, не могла обойти тему, которая касается ее отношений с Андреем Черкасовым. «Выяснилось, что собаку Монику, которую Вика оставила Андрею, девушка купила за свой счет. Я говорила всем, что это от него подарок, на самом деле это не так. Для меня было позором, что мой молодой человек не может купить собаку за 60 тысяч рублей». Также Черкасов нередко путешествовал за счет Романец. Вику возмутил эпизод из недавнего эфира, в котором Андрей хвастался перед Стеллой Мунасыповой, что недавно побывал в Париже. Ведь на самом деле всю поездку ему оплатила Романец. Подробнее о жизни Вики Романец после проекта смотрите в нашем спецвыпуске. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры дома 2 на канале ТНТ.